Книга «Открытый Моком», том 1. Вопрос 477. Тема «Природа». Что, по-вашему, есть прогресс в христианском понимании и как относиться к нему и к так называемым благам цивилизации? Отвечает Игнатий Тихонович Ларкин. Истинный прогресс всегда связан с прославлением Творца и с укреплением жизни, но все в мире невидимыми нитями, связанной с венцом творения с человеком. И человек, открывая, познавая законы своего Творца, всегда направлял это к урегулированию своего времени. Быстрее, надежнее, чтобы не переделывать прочее, прочнее, чтобы и потомки могли высобрать часы и минуты для каждого. Для чего? А вот на этот вопрос и не хотят отвечать правильно. Ясно, что, освободив часы от труда по содержанию плоти, мы их должны отдать своей госпоже душе бессмертной. Но тут случилась подмена. На первое место дьявол воздвиг служанку тела, прихоти извращенные пожелания плоти и расстреленного духа. И время, высвободившееся, благодаря изобретениям, пошло ни на молитву, ни на чтение слова Божия, ни на упражнения в делах милосердия, ни на все еще, на еще большее обогащение плоти. И все свободное время потребляют на праздные поездки, на зрелища, на присвещение похоти и чрева, и так бесконечно. Удвоенный капитал нужно удвоить еще и еще раз, и так бесконечно, пока смерть не положит в предел всему бесполезному занятию, как говорит златоустный пропоровитель. Все открытия для цивилизации, для гражданских мирских дел, но не для войны. А вышло все как раз наоборот. Если без новых открытий еще как-то бы можно существовать в гражданском обществе, то в военном деле все мгновенно завершится, все в общей бойне, когда уровень будет у всех одинаков. Булыжник и дубина, слово в кавычках машина, Библию употребляется только о военном деле. 2 Парапалипоминон 26.15 И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. 2 Парапалипоминон 26.15 И устрои осаду против него, и сделай укрепление против него, и насыпь вал вокруг него, и расположи стан против него, и расставь кругом против него стенобитные машины. И Зекииль 26.15 И к стенам твоим придвинет стенобитные машины, и башни твои разрушатся кирами своими. 1 Маковейска 5.30 Когда наступало утро, и подняли глаза, и вот народ многочисленный, которому числа не было, поднимают лестницы и машины, чтобы взять укрепление, осаждают бывших в нем. 1 Маковейска 6.52 13.44 Вот иудеи устроили машины против них машины, сражались много дней, бывшие на машине скачали в город, и произошло в городе великое смятение. Это слово «машина» встречается в Библии только 15 раз, и все до единого раза в военных кампаниях. От пики до ракеты, от разожженного костра под башней, засевшими в ней до атомных всплесков над бункерами противника, все изобретения пошли для смерти. Но открытие таинственных сил, что Бог заложил в день творения в творение, должны служить Богу, то есть жизни. Все внешние блага цивилизации Антихрист обязательно и на полную мощность употребит для строения своего храма и на уникение жителей земли, и на принятие общего тавро, знака 666. Мы должны научиться правильно с благодарностью Богу пользоваться электричеством, ибо так легко стало передвигаться, печатать добрые книги, готовить пищу, стирать, обрабатывать землю и прочее. Но во всем заложена смерть, если отступим от Творца. Премудрость 5 стихи 20 по 24. Строгий гнев он изострит, как меч, и мир ополчится с ним против безумцев. Понесутся меткие стрелы молнии, и из облаков, как из туго натянутого лука полетят в цель. И как из каменометного орудия с яростью посыплется град, вознегодует на них вода морская, и реки свирепо потопят их. Восстанет против них дух силы, и как вихр развеет их. Так беззаконие опустошит всю землю, и злодеяния неспровергнуты престолы сильны. Все это благочестивым служит в пользу, а грешникам может обратиться во вред.